здравствуйте готова моя куколка от bruxbox которая называется spirit of america дух америки и или душа может быть дух душа америки и я хочу вам ее показать но как вы видите здесь не хватает еще одного элемента это гирлянда из звезд нанизанных на такую ну можно сказать веревочку я пока что не решила буду ли я пришивать сюда эту гирлянду а у меня была идея сделать искренника или и просто из скрутить жгутик из ниточек мулине и вот здесь вот пустить гирлянду пришивными звездами из накрахмаленной но такой вот канвы то есть вышить звезды вот накрахмалить и вырезать и пришить я не знаю честно говоря буду ли это делать потому что я хочу эту куколку оформить его подушку ну и сами понимаете если подушкой хоть как-нибудь я понимаю что она декоративная но все-таки кое-когда я планирую где-то там под голову подложить или под спину ну как-то ее использовать а не просто смотреть на нее и соответственно если здесь будет гирлянда то конечно же образ будет полный но гирлянда рискуют в ближайшее время отвалиться или за как-то ну не знаю испортится повредиться поэтому пока что без гирлянды я вышивала по схеме из интернета скачаны из интернета к сожалению оригинальной схемы у меня нет она мне очень не терпелось попробовать куколку какую-нибудь от брукс букс ну и я остановила свой выбор на этой яркой такой пестрой даме с оболтенной гирляндой на юбке вышивала я на равномерке это линда двадцать седьмого каунта цвет если я не ошибаюсь кремовый начинала я середины я всегда начинаю свои работы середины вышиваю я сейчас уже практически всегда без разметки не практически а всегда без разметки в данной куколке во-первых в связи с тем что она вышивалась на ткани они на отдельных листах бумаги которые потом собираются до крылья вы знаете пришивается отдельно и здесь еще гирлянда и звезд тоже она вышивается и потом пришивается отдельно но поскольку это куколка вышивалась на ткани то крылья соответственно вышивались вместе с самой куклой и поначалу я просто вышила вот золотистым клиникам очертания крыльев и разноцветные эти петчворковые лоскутки но потом мне показалось что все-таки куколка ну какая-то не такая яркая не такая насыщенная и я нашла максимально похожий на коричневый цвет перфорированной бумаги на которой она вышиваться должна была ниточку димси и зашила вот эти вот промежутки между разноцветными лоскутками кроме того вы видите что лицо куколки и но все тело куколки она вышито полукрестом через одну ниточку я вышивала в две нити две нити через одну сейчас может быть немного неровно корявенько смотрится этот ну как называют петит не петит в общем вот этот вот место где через одну ниточку вышивалась но это потому что работа не натянута когда ее постирала вот здесь вот немного все скукожилось и естественно утюжком я здесь не стала водить чтобы ну чтобы не расплавился не повредился бисер очень красиво переливается клейников платье куколки как вы видите здесь я выполнила бэкстич на рукавчике потому что он сливался вот с белой конвой мне хотелось как-то его выделить бэкстич также выполнен на руках и лице на головке куколки ну собственно и все больше здесь бака нет вот так вот выглядит красивая цветочная гирлянда мне очень нравится она здесь я тоже не полностью следовала инструкции и у меня заменены два цвета если я не ошибаюсь синих вот этот темно-синий у меня заменен на 311 по моему и какой-то из вот этих светлых по моему самый светлый поэтому она не совсем возможно выглядит так как должна быть в оригинале но мне это нравится то есть меня в принципе устраивает такой вариант еще что хотела отметить вот если присмотреться сейчас я другую руку возьму ткань если присмотреться глаза и не знаю видно или нет то такое впечатление будто у нее здесь черные зрачочки то есть кажется как будто там вот какой-то или фрузелочек или бэком немножко сакцентирована но это еще смотря как падает свет я вот обратила внимание но когда уже присматриваешься понимаю что это просто крейник так переливается а вот так вот на расстоянии но действительно кажется особенно вот в этом классике что там внутри зрачок есть черный но это может быть конечно только мне кажется так попробую еще раз вот так вот ну вот собственно и все весь процесс у меня был организован вот в такой такой шкатулочки здесь мои ниточки немножко тут беспорядок творческий ну что еще вам показать для клиника ой для крылышек я использовала вот этот вот клиник это номер 32 32 номер 8 для ободочка крыльев в работе вот я его использовала но остальные два цвета вот этот у меня вообще по ключу номер 8 329 а вот вот этот 031 у меня вот я уже в прошлом видео рассказывала что у меня один блендинг один аж 12 номер толстая нитка поэтому лицо где губки вышиваются я вышивала блендингом блендингом через одну ниточку как кстати да кстати глазки я тоже через одну ниточку вышивала на восьмерочкой ну той вот ниточкой которую показал только что а вот этой 12 ниткой тут толстой я вышивала гирлянду на юбочке вот так такие у меня результаты такая вот моя куколка вы знаете в ближайшее время наверное на куколках я как бы остановлюсь от врукс букс мне хотелось попробовать и я попробовала получила удовольствие мне она нравится нравится и я очень надеюсь что оформление такое яркое еще больше заставит заиграть ее наряд ну а с вами я прощаюсь спасибо что посмотрели и до новых встреч пока а